Сейчас очень много музыки очищающего, сжигающего, музыка, карму. Как вам это относится это не к духовному? Я бы не советовал вам эту всю сжигающую карму, очищающую. Понимаете, все вот эти термины означают то, что здесь, понимаете? Или, допустим, вот смотрите, давайте я вам кое-что объясню. Допустим, идёт объявление. Приходите, мероприятие очистит вас от прошлых связей половых. Деньги заплатили, всё, вы чистое выходите. Девственницей становитесь сразу. Или приходите ко мне, я вас очищу от дурного глаза. Вокруг дурные глаза у всех. Деньги заплатили, они стали недурными. Или приходите ко мне и сожгём карму. Чем больше заплатить, тем больше кармы сгорает. Это всё чистейшей воды жульничества. Какой бы духовной традицией оно ни проводилось. Знайте, что шудьба очищается у человека в процессе его собственных усилий в плане духовной жизни. И при этом никакой добренький дядя вам ничего сжечь не сможет. Дотронулись до чего-то, что-то пожужжали, пошептали, пощёлкали. Оп, и кармы нет. Классно же, правда? Там грешила-грешила всю жизнь, потом щёлкнула-топнула. Оп, и всё, и чистенькое. Это самообман. От этого ничего, в общем-то, не меняется с точки зрения нашей жизни. Это просто нам хочется дешёвым способом получить дорогое. А карма понятно, а про карма в Кастанеде? А? А карма понятно, а про карма в Кастанеде? Я не хочу говорить конкретно ни о чём, потому что меня обвинят потом в предвзятости последователей Кастанеды. Я не хочу вмешиваться в ваши духовные взгляды какие-то. Я могу просто вам сказать признаки туда, где не надо ходить. Первое, если в этой традиции и культуре есть наркотики, наркотические вещества, галлюциногены, это практика, которую не надо совершать, это опасно. Второе, если там нет понятия Бога, о Боге никакой речи, просто чём-то занимаемся, значит, туда не надо совать нос. Третье, если человек говорит, я сам Бог, это я воплощение Бога. Вот сейчас, в этот период. Туда тоже не лезьте, это обман. Четвёртое, мне не зашло священное писание, мне. Я тут, ну прям, нет, священное писание написал. Ну, понимаете, ну там, ну я, Моисей, там, Мухаммед, мы все, примерно, одного поля ягода. Тоже, как бы, до свидания. Нью, Моисей, вот, до свидания. В этом месте мы не общаемся туда, не ходим. Дальше, если человек объявляет, что у него своя духовная традиция появилась, до этого не было никакой, тут бац, появилась неожиданно. Тоже мы туда не лезем, это не наша тема. Куда надо идти? Там, где есть древнее классическое священное писание, классическая школа духовная, которая давно существует, много лет. Есть традиция, есть опыт большой. Там, где есть опыт, традиция, святые люди, священное писание, там правда. Когда люди призывают к Богу, нет никаких фокусов, никаких, нет факиров, нет избавления ни от чего, а просто человек трудится душой и получает результат в результате этого труда. Это правда. Вот туда и надо. А там, где вас пытаются что-то очистить, избавить, какие-то вещи такие странные, смешные, то значит, тогда туда не надо. Там хорошо, но мне туда не надо. Да, вот это другое дело, когда мы очищаем карму с помощью служения Богу. Молимся просто. Самое лучшее — это просто думать о Боге и молиться Ему. Вот это самое лучшее, понимаете? Есть много разных деятельностей, видов. Они, в конце концов, осуждаются Богом. Например, в Ведах тоже есть такие виды деятельности, когда, допустим, мы пытаемся, молимся, чтобы пшеница лучше росла, чтобы урожай был, не было туч, допустим. Есть разные такие виды мантр, которые очищают пространство, делают так, чтобы погода была хорошая. Но в конце концов Веды говорят, что эта вся деятельность, она не имеет слишком большого смысла. Это всё пустая трата времени. Человек не должен думать об этом. Лучше всего свою жизнь посвятить мысли непосредственно о Боге и отбросить все мысли о том, чтобы здесь какое-то благополучие достичь. Человек честно живёт, он будет благополучным по-любому. Не надо за это молиться сильно. Но если человек в молитве вспоминает своих родственников, желает всем счастья, здоровья, то это хорошо, в этом нет проблем. Никто не запрещает это дело. Просто вместо Бога не надо молиться никому другому. Вот это вот чётко надо понять. И ни для чего другого. Некоторые читают мантры для очищения чакр. Это тоже не надо делать ничего. Да? Вопрос. Микрофончик надо задать. Кто быстрее? Видите, они какие? Молодцы. Супер, отлично. Ну а чё, конечно. Ну конечно, но наше сердце очищает добрыми мыслями, это же хорошо. Просто вы поймите, что есть несколько направлений деятельности во время молитвы. Когда вы длительные, допустим, читаете молитвы какие-то, да, длительные, то в это время вы учитесь мыслить о Боге, учитесь думать о Боге. Эти мысли — это хорошо, но нужно также очень большую часть времени читать молитву, которая имеет немного слов и направлена непосредственно на Бога. Допустим, Богородица, Девы, радуйся. Или Господи, помилуй меня. Ну там, там ты прославляешь его. Просто, понимаете, есть два типа молитв. Один тип молитв — это когда я рассуждаю о Боге, это очищает ум. А второй тип молитв — это когда я повторяю одно и то же. И это небольшая молитва, но прославляющая Бога обычно. Это я устанавливаю с Ним контакт. Вот эта молитва, установление контакта с Богом является главной, её надо повторять больше всего. Всё остальное надо читать просто, там, раз в день, допустим. Другим святым. Нормально, другим святым. Это всё называется процесс познания или отношений. А одна молитва должна быть короткая какая-то, прославляющая Бога. Она должна читаться больше всего. Услышали меня или нет? Да. И именно эта молитва будет побеждать судьбу, а всё остальное для вашего развития духовного. У меня вопрос касается насчёт веры. Я православная. Но мне нравятся молитвы и православные, и в то же время и индийская музыка, и мантры, и голос этого человека, и всё-всё-всё-всё. И получается какое-то раздвоение. Что для вас? Ну вот смотрите, чтобы не было раздвоения, вам надо найти наставника себе православного и делать то, что он вам скажет. Если же вы не хотите следовать наставнику православному, значит, вы на самом деле лицемерите. Нет, вот после посмотра этих махабхаратов очень сердце привязалось и к образу Кришни, которое вы говорите. Но вы должны понять такую вещь, что если у человека есть какая-то вера, то можно привязываться к чему угодно. Но вера при этом не должна меняться. Многие веры наступки у меня нет. Но тогда вам надо найти наставников православного, и он вам скажет, что вам делать. Я же не православный человек, почему меня спрашиваете об этом? Поймите, что мы можем увлекаться, чем-то интересоваться. Это называется процесс познания. То есть нам что-то интересно в жизни. Мы изучаем это. Но если человек хочет оставаться в своей вере, он должен понять, что единственный способ это сделать, это получать более глубокое религиозное образование. Для этого нужно иметь отношения со старшими духовными людьми и выполнять их наставления, следовать тем путем, как они тебе скажут, и погружаться в это. А все остальное это просто ваш интерес, вы как бы изучаете, вам интересно. Человек не должен быть замкнутым, не должен быть ограниченным в жизни. Но при этом его познание мира не должно переходить через какие-то грани. Например, если мужчина, допустим, общается с разными людьми, в том числе с девушками, он не должен общаться с ними слишком близко. Слишком близкое общение приводит к чему? Бросает жену и уходит к девушке. Понимаете? Точно так же и верит человек. Он может разное изучать, все познавать, углублять свои возможности, чем-то заниматься, изучать. Но он должен ближе изучать свою веру и погружаться в отношения с ней. Это будет правильный путь. Послушали? Ваш вопрос? Здравствуйте, Владимир Владимирович. У меня такой вопрос. Мы с ним общаемся, у нас достаточно общения, а где-то в мире, из войны, кого-то убиваем. Почему мы за пять тысяч лет человечеством никак не можем научиться жить в мире? Почему никак? Только религии, да? Потому что существуют вполне объективные вещи, которые вызывают войны. То есть, понимаете, у каждого человека есть эгоизм. Эгоизм одного человека портит жизнь эгоизму другого. Почему до сих пор мы не научились не ругаться в семье? Потому что есть личные интересы у каждого человека. Каждый пытается по-своему настроить, пытается свои отстаивать интересы личные. Потому что есть эгоизм. Люди не развились, чтобы победить личный эгоизм в семейной жизни. Есть эгоизм семейный. Это означает, что в отношениях с другими семьями наша семья гребет под себя. Здесь тоже бывают конфликты. Целые войны возникают между соседями на площадке. Это тоже происходит из-за эгоизма. Вот, например, садитесь, чтобы там видели меня сзади люди тоже. Вот, я их видел. Можете оставить микрофон, просто сидя. Вот смотрите, допустим, у меня был такой случай. Одна женщина повесила белье сушиться и захватила поле зрения нижнего этажа. То есть она слишком низко повесила и белье закрывало панорамный обзор города Москвы на нижнем этаже. В результате женщина пришла оттуда наверх и сказала «Вешайте повыше, потому что я хочу смотреть Москву. Вы мне мешаете». И та сверху ответила ей стандартной русской фразой, чтобы та пошла в каком-то определенном направлении. В результате та пошла, но сказала, что если еще раз ты повесишь вот так, то твое белье изменится в цвете. И та, которая сверху, которая вешала белье, она все равно повесила, а эта покрасила ей белье. Та в результате зафиксировала все это, она была юристом и подала на нее в суд за порчу имущества. И так как в суде не было описано, что нельзя закрывать панорамные, то в результате та женщина, которая покрасила, она еще заплатила денег, той, которая сверху. Это не понравилось мужу той женщины, которой закрывали панорамное зрение. И он при встрече мужа той женщине, у него проснулись врачебные способности, и он сделал ему точный массаж лица. того мужа сверху. Он пожаловался своей жене юристу, та и опять подала в суд, и в результате еще и муж заплатил штраф за то, что он точный массаж лица сделал ее мужу. В общем, началась война настоящая. Точно такие же вещи происходят между различными странами. То есть, когда страны претендуют на территорию большую, когда они претендуют. Это тоже есть эгоизм целой страны, национальная гордость или гордость отечественная. И всегда каждая страна чувствует свою правоту постепенно, когда время влияет на людей, оно обостряет межгосударственные отношения. И есть четыре стадии всех этих конфликтов. Все они происходят в результате стокловения эгоизма и времени. Первая стадия. Мы хорошие, они не такие, как мы. Первая стадия. Вторая стадия. Мы хорошие, они плохие. Третья стадия. Мы друзья, они враги. И четвертая стадия. Война. Первая стадия на уровне семейных отношений. У нас что-то не так в отношениях. Вторая. Я хороший, она плохая. Третья стадия. Она мне не подходит. Четвертая стадия. До свидания. Понимаете, да? И такие вещи всегда будут происходить, потому что время продолжает двигаться. И люди на нашей земле живут небескорыстные. Имеют эгоизм. Поэтому сколько бы мы ни жили, всегда будут войны, болезни, разрухи, недопонимания, конфликты и так далее. Нет. Это не остановить. Если мы очистимся от эгоизма все, станем святыми, тогда воин не будет. Это гарантия. Я могу привести такой пример. В Ведах описывается, что в древней культуре место жизни святого человека характеризовалось тем, что там все приходили в состояние полного мира и гармонии с собой. и один царь, просто описывается, один царь искал в лесу святого. А тогда не было навигационной системы, GPS не было тогда. Ну, то есть, просто вот, вот где-то там, где-то двое суток туда, и там вот он живет. Ну, и вот он туда и пошел. Ему надо было встретиться с этим святым, потому что у него был к нему вопрос серьезный. Он взял с собой солдат и пошел в лес, вот в этом направлении. То есть, они по солнцу могли определять направление, вот они и шли туда, по этому направлению. Но все равно, надо же конкретно знать, ты можешь мимо пройти, правда ведь? И он спросил у своих придворных наставников, спросил, как определить примерно, где он находится. И они сказали, там, где ты увидишь, что заяц не боится тигра, там, где ты увидишь, что животные умиротворены, они не убегают от людей, там, где ты увидишь, что птицы садятся на людей, там ты найдешь этого святого. И так оно и произошло. То есть, когда он подходил к этому месту, где вот поселение-то было, этих святых людей, то он заметил, что олень лежал рядом с тигром, это описывается в священных писаниях. Тигр не бросался на оленя, он был умиротворен. Понимаете? Вот. Птицы не боялись людей и так далее. И он понял, что где-то здесь святой человек. Он начали искать и нашли его обитель. Понятно? Там, где люди становятся святыми, войны заканчиваются. Страдания заканчиваются. Заканчивается злоба и лицемерие. Люди становятся счастливыми, чистыми. Поэтому все стремились прийти, посмотреть в глаза Серафиму Саровскому. Они приходили с разных... Просто посмотрите, он стоял на камне, молчал, ничего не говорил, но просто один взгляд его в глаза просветлял сознание. Достаточно один контакт со святым человеком, чтобы вся жизнь изменилась. Поэтому люди стоят к Святой Матроне на могилку день и ночь, чтобы там побывать, чтобы очистить свое сознание. Поэтому люди в Казани приходят в собор Казанской Божьей Матери и так далее. Поэтому люди едут в Мекку, чтобы побывать в святом месте. Для того, чтобы произошло вот это очищение сознания. Для того, чтобы мир в сердце возник, не было внутри человека войны. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»